еще раз всем добрый вечер начнем пожалуй мы в прошлый раз разобрали такой на первый взгляд не очень сложный но не очень понятно каким образом связаны с предыдущим фрагмент где речь шла об изучении тора в общем то то есть о том каким образом ее изучать было не очень понятно как это связано с предыдущим но в общих чертах мы вроде бы поняли то есть предыдущий фрагмент который начинался с первой ешивы после разрушения храма к н.б. явны и раби иуда в честь этого высказал некое замечание определенное было сравнение с миссия шоуа и получалось что мудрецы забравшиеся в явны в каком-то смысле то ли отделяются от общины то ли наоборот продвигают то там был в этом отношении некоторый туман и дальше было несколько дрошот несколько толкований отдельных стихов которые говорили об изучении тора с разных сторон и мы в прошлый раз увидели что они все имеют определенные аллюзии с собственно говоря дарованием торы и с тем способом ее получения ангеличества которые согласно томом он был присущ народу израиля при получении торы и после этого произошло некое падение как мы знаем и этого ангелического способа добиться как бы невозможно на асывы нишма и все переворачивается теперь нужно как раз лишь мо а потом вас от том числе например при чтении шма и таким образом получается что несмотря на внешнюю несвязанность между этими двумя фрагментами они оказываются связаны ну и мы продолжим дальше нам говорится следующее амри двей раби я най говорили в доме май диктив химитс халав ю ци хим а у митс аф ю ци дам у митс а по именю ци риф строчка из мишлей как мы уже много раз с вами с этим сталкиваемся мишлей контекст играет простепенную роль как правило потому что мишлей состоит из отдельных высказываний которые как бы значимы сами по себе но тем не менее давайте откроем посмотрим как по контексте упоминается этот стих звучит он буквально так то есть здесь как говорят слова митс митс в современном вы видите это сок на самом деле это выжимка ну собственно поэтому это называется соком и поскольку видимо соками не торговали во времена мишлей то здесь то нужно читать как выжимка и получается что выжимка молока производит масло выжимка носа производит кровь выжимка здесь интересно аф и а паим это собственно говоря одно и то же слово аф это вроде бы нос а а паим это как бы ноздри но есть идиоматическое выражение вы говорите которое связывает ноздри с гневом хрон аф хрон аф это как бы кипящий нос буквально или что-то в этом роде да то есть не кипящий по крайней мере что-то такое да связанные с носом так обозначается гнев ну и можно было бы это прочитать так что выжимка двух носов порождает ссору давайте посмотрим как это переводится и сифоном например да это 30 30 главка мишли предпоследний и здесь это переводится так опять но я прочитаю то что перед этим хотя это не не очень как мы уже сказали связано мишлей на контекст лев сильнее всех зверей не отступает ни перед кем а сокол горный козел если вожак стаи а царь также непреодолимый если ты сглупил в заносчивости или слукавил рука во рту не очень понятный стих и дальше последний стих это вот тот который здесь читать цитируется и он звучит так ибо давление молока производит масло давление носа производит кровь а давление гнева производит ссору но ведь опаим здесь перевели как гнев что вполне оправданно можно было правда перевести как гнев и первую часть да не носа тоже гнев но гнев единственном числе а здесь двойственном числе ну посмотрим как толкует рабе и она и этот стих он спрашивает он дает вопрос собственно толкует он говорит бими атамно цэ хэм а шэль тора в том кто изрыгивает молоко которое он сосал из груди матерью ну такое сильное утверждение что которая по сути говорит и мы можем связать это с тем что говорили до этого мы интерпретировали до этого то что сказано там буквально об этом не говорится говорится как бы намеком на эту ангелическую ипостась тех кто может получить тору и здесь в общем каким-то образом это толкование связано с этим получается что здесь говорится о том что тору или масло торы да то есть выжимку торы можно найти только в том кто изрыгивает все то что он впитал как говорится впитать с молоком матери здесь собственно говоря именно это выражение практически да то что он впитал с молоком матери то есть в каком смысле человек должен быть способным изрыгнуть все то что видимо ему свойственно то есть что он впитал с молоком матери привычки характер все что угодно да то есть по сути дела ну можно было бы сказать все человеческое да то есть и тогда у него получается в нем может обнаружится вот это самое масло торт дальше такого не умеет афио ци дам он там митши куэйс алаф рабов амри шума вишу тэк зухэйли афхин бэндам там или дам тагор здесь более странно то есть предыдущие предыдущие высказывания но не было толкованием да он скорее было вопросом и ответом на вопрос то есть стих из мишлей говорит о разного рода выжимка молоко нос гнев предположим да или что то в этом роде а про выжимку тоже ничего не говорит и вот и она и добавляет как бы утверждает что эту выжимку можно найти качестве масла лишь в том кто отказывается от всего в каком смысле что впитал с молоком матери а здесь вроде бы идет своеобразное толкование толкование того что выжимка носа значит производит кровь и он толкует это так что вот этот самый аф то есть нос это не что иное как терпение определенную дату и сам говорит что ученик сдерживает себя несмотря на то что него гневается его учитель и можно это по-разному то есть можно понимать можно попробовать понять он толкует вот это слово а теперь как терпение они как гнев можно считать что он все равно толкует это как гнев а вот выжимку как раз толкует как возможность на этот гнев не отреагировать какой-то мере промолчать то есть можно понять так что он говорит выжимка гнева это как раз отсутствие реакции и вот это отсутствие реакции гнев почему производит кровь потому что этот ученик будет способен различить кровь ритуально нечистую от крови чистой имеется в виду законы неды то есть законы женщина которая которая происходит истечение либо менструальный цикл либо какие-то исключительных каких-то случаях и трактат не да в том где занимается как раз вопросами о том в каких случаях следует считать выделившуюся кровь или вообще какие бы то ни было выделения нечистыми с точки зрения ритуальные а какие можно считать чистыми и получается что раби она говорит что тот кто сдерживает себя несмотря на гнев своего учителя учитель гневается ты молчишь и вот такого рода ученик терпеливый сносящий гнев своего учителя он по сути дела начинает разбираться можно было бы так сказать начинает разбираться вот в этих законах законах ритуальной чистоты женщины и это считается сложной темой достаточно сложной темой в талмуде потому что нужно по сути дела это такая деликатная как бы область где раввин решает является женщина запрещенной для своего мужа или разрешенной для своего мужа на то есть есть какие-то очевидные случаи а есть случаи неочевидные запретив или сказав что выделения являются выделениями ритуально нечистыми значит он запрещает жену своему мужу что может привести к отсутствию рождения ребенка там и так далее да то есть это такая вот опасная тема поэтому а с другой стороны если он разрешает и разрешает неправильно то по сути дела получается серьезное нарушение мужчина который спит ритуально нечистая женщина там наказание едва ли не карет даже карет я сейчас точно не помню по моему карет и поэтому он как бы оказывается этот раввин который решает вопрос отказывается между двух огней между любом и крокодилом не разрешишь не родится ребенок разрешишь получится какой-то невероятный грех и вот здесь говорится о том то благодаря такой вот сдержанности ученик способен будет дать правильный ответ на вопрос о происхождении этой самой крови это последнее сравнение мишлей ну давайте вместе с период с юсифоном будем считать что опаим это это гнев хотя на самом деле мы видим что в талмуде и вот этот стих где нос он тоже толкуется скорее как гнев или как сдерживание против того кто пневается на тебя но не цапаем ю цирив говорит следующее коль то умеет шиклой залов рабов там решена уж не я вышуток за хелия в хин бенди ней мамонок ледяные не фашу раби она и толкует это тоже самое также да то есть он действительно толкует опаим как множественное число слова аф если слова аф он толкует как гнев они как нос по ему тогда толкует как просто дважды да то есть двойная гневливость ну и поэтому он говорит что есть ученик который оказывается сдержанным не только в первый раз когда на него гневается учитель но и во второй раз оказывается тоже сдержанным что труднее наверное один раз на тебя разозлились второй раз на тебя разозлились но вот он сдержался и тогда выжимка вот этих опаим выжимка двойного гнева это по-видимому сдержанность по отношению к двум случаям когда на тебя гневается учитель и вот такой ученик он значит способен будет различать здесь немножко странно сформулировано мы сейчас разберемся будет различать между имущественными законами и законами связанными со смертной казни есть вот эти понятия динэй мамонот и динэй нафашот динэй мамонот мамон имущество есть законы имущественные и имущественные законы сколько бы запутанным не было дело в конце концов можно решить с помощью можно было когда-то решать с помощью малого сангедрин называем а вот динэй нафашот то есть слово нефиш это библейском тексте это просто сам человек мы переводим это как душа но душа в смысле как мертвые души да то есть это в смысле душа как как сам человек просто тоже такое значение слово душа имеет на и вот эти динэй нафашот они так называются потому что собственно говоря речь идет о жизни и смерти человека и такого рода законы можно решать только большим сангедрин то есть не может мало сангедрин тем более суд состоящий из трех человек естественно не может решать вот эти вопросы касающиеся когда они затрагивают проблему которая может закончиться вынесением смертного приговора ну и здесь говорится о том что дважды сдержавшийся ученик будет способен отличить один тип дел от других тоже говорит на самом деле виде и там есть некая опасность да и здесь есть тоже некая опасность то есть есть вещи которые иногда оказываются пограничными не знаешь приведет ли это решению связанному со смертной казнью или же останется на уровне решений имущественных вопросов ну и та же самая тоже есть определенного рода проблема проблема того что если ты квалифицируешь неправильно дело то значит здесь может совершиться большая ошибка какая большая ошибка ну вот можно приговорить человека к смертной казни или отправить по крайней мере это делать рассмотрение предложим большого сометра хотя на самом деле это дело может быть можно было бы решить имущественными какими-то вещами которые связаны с имуществом то есть у мудрецов талмуда есть собственно говоря такая тенденция до перейти вот тех вещей которые связаны с самим человеком его имущество вы знаете наверное это знаменитая зуб за зуб мука за окна и все такое прочее но мудрецы талмуда толкует это как имущественные отношения а не буквально выкалывание глаза или выбивание зуба но и так далее то есть сама по себе вот эта тенденция к тому чтобы редуцировать те вещи которые связаны в том числе с телесным наказанием на редуцировать это к имущественным каким-то вопросам она в самом талмудическом праве существует но из-за этого может возникнуть такая как бы неясность по отношению к тем или иным делам это дело нужно отнести вот кто и категории где речь может зайти о наказание на физическом наказание наказание смертной казни можно квалифицировать как имущество и вот человек который дважды сдерживается перед своим учителем он может достичь не достигает до достаивается того чтобы различать между вот этими категориями с одной стороны это толкование ну как бы понятно она говорит о таких сложностях скажем так на юридических сложностях изучающих тору то есть тору они становятся в итоге теми кто море море или мурцы хора все это одна на коренные слова до тора хора а указание море учитель все на коренные слова и вот изучающий тору он в конце концов сам становится море становится указывающим и вот это его этот его статус статус но сегодня мы говорим статус раввина да ну в общем можно сказать что и автоматической литературе это как бы статус раби да то есть прошел смеху рукоположение и вот этот знаток который он в общем оказывается в ситуации достаточно такой скользко в разных сферах его от его решения зависит очень много как нам здесь говорят но удивительным здесь является конечно то что можно было бы сказать что ну кто тот кто хорошо знает эти законы тот и будет способен различить какая кровь чистая или не чистая какое дело имущественное или связанное с каким-то суровым наказанием а нам говорят нет но раби она и говорит да раби она говорит что это не что иное как такое способность выносить гнев то есть способность выносить гнев учителя именно она оказывается тем что формирует и тем что дает возможность вот этому самому ученику не само по себе изучение а именно отношение к учителю или отношение к его гневу ну и мы конечно не можем не задуматься здесь возникает естественно такая ассоциация с тем что вообще так говоря бог тоже гневается да и возможно что человек который по отношению вот этому гневу бога один раз второй раз способен каким-то образом молча переносить он тоже может быть чего-то заслуживает мы вот этот один раз два раза это тоже наверное про бианай скорее всего подразумевает не случайно наверное можно было бы здесь подумать о разрушении храма первый раз разрушен храма второй раз разрушен храма можно смолчать а можно и смолчать это ассоциация которая но скорее всего должна возникать на также как ученик по отношению к учителю также и иудеи по отношению к богу который является как бы учителем с большой буквы и вот его гнев его способность переносить но собственно само слово а как как вот этот гнев она чаще всего в английском тексте как раз и связывается с гневом господа так что здесь возникает вот такая картина как бы терпимости по отношению гнева которая наделяет человека возможности не совершить ошибку скользких и деликатных делах которые связаны как раз за жизнь и смертью ну хорошо значит ты и дальше нам приводит барайту дэд нам раби шмээлю мэр ароцэй шиит хакэм я особо динэйм амун барайте учили приводится барайта в силу того что здесь упомянуты эти дела имущественные и дела связанные со смертной казнью на и приводится барайта граби шмэль говорит о том что тот кто хочет быть мудрым стать мудрецом пусть занимается законами имущественными шиэльна хамикцовы тураю термия потому что нет в торе более значимой значимой здесь нет если буквально звучит это так у тебя нет профессии в торе больше их вот этих законов законах имущества превышающих это трудно перевести здесь потому что нет сказано йотер йотер это ну типа больше шэгэнки маянновэ потому что они как бьющий ключ вот эти самые законы имущественные они как бьющий ключ и что имеется ввиду имеется ввиду что разветвленность многообразие деталей в имущественных законах они действительно как бы как размножаются то есть очень много разных приходящих деталей которые можно учесть или не учесть и они каждое дело превращают в некое в некую сложную и запутанную историю в отличие от более понятных каких-то вещей да но с другой стороны мы видим что здесь возникает определенного рода любопытное напряжение так я бы это назвал да ведь на самом деле динэйм мамонот они как раз являются эти имущественные дела они как раз являются областью безопасной в отличие например вот там развлечения крови и так далее в ком смысле безопасные твое решение ну оно касается материальных имущественных вещей оно не связано с жизнью человека не связано с какими-то грандиозными наказаниями да потому что собственно говоря вопросы имущественные но они так или иначе решаются это должен этому а это должен этому наоборот там кто-то что-то должен сплатить и так далее в отличие например вот упомянутых вопросов связанных с недой то есть разрешена женщина или запрещена мужчине там как я уже сказал есть вот эти ловушки того что ты можешь оказаться тем кто не дает возможность зародиться жизни или можешь оказаться тем кто подводит человека под монастырь в таком смысле да то есть что ему будет грозить жуткое наказание ну и так же Динейн и Фашот да если там ошибиться то человека могут незаслуженно казнить и так далее а Динейн и Мамонот то есть имущественные законы они оказываются как раз безопасными но именно про них говорится что тот кто хочет стать мудрецом идхакен мудрее может быть да так лучше перевести пусть занимается именно этими законами а вот законы эти опасные оказываются они может быть и не умудряют так человека да но те кто способен их решать это люди которые показывают определенного рода характер да то есть сдержанность а вовсе не мудрость то есть получается что тот кто удостоился того чтобы судить об этих вещах он не то чтобы самый мудрый а самый сдержанный так получается да и возникает вот эта оппозиция между мудрым и сдержанным сдержанные может сложные законы сложные не с точки зрения их разветвленности а с точки зрения самого решения может привести к каким-то тяжелым последствиям жизненно важным жизненно важным возможно имущество тоже жизненно важным я имею ввиду которые сказываются на жизни жизнь человеку настя у меня урок перезвонил андрюша урок у меня перезвонил пока ну вот такая оппозиция здесь возникает как бы подспудно а дальше это стих из той же книги Мишлей, только предыдущий, который переводится здесь так. Если ты сглупил в заносчивости или слукавил, рука во рту. Как я уже сказал, сам стих очень сложный, собственно, перевод тоже, что значит, рука во рту. Буквально им навальта, слово наваль, оно говорит о человеке, который ведет себя крайне неприятно. Здесь перевод «если ты сглупил». Но на самом деле это наваль, это не глупец. Наваль – это человек, который мерзкий, например, можно так перевести. Каким-то образом связано, например, со словом «невала». «Невала» – это падаль. «Невала» – это сделал что-то такое. Ну, в заносчивости, правильно. До гипносы, да, когда ты заносился. «Воем замота» – это слово «лизом», которое здесь стоит в форме прошедшего времени, «замота». «Лизом» – это, в принципе, проявляет некую инициативу. Чаще всего инициатива, которая связана с чем-то нехорошим. То есть замышлять что-то, замышлять, строить козни, что-то в этом роде. То есть, например, есть понятие «эдим зом эмим». Это те, как бы, свидетели, которые в итоге являются лже-свидетелями. Да, это тоже однокоренно. Это не тот же самый корень, но связанный с глаголом «лизом». Так что в итоге говорится, что… Ну, действительно, говорится, что если вот ты такой нехороший, заносчивый, да еще что-то замыслил такое, яд лапы, возможно, имеется в виду, что хотя бы молчи, что-то в этом роде. Давайте мы еще раз, я прочту этот перевод. Если сглупил в заносчивости или слукавил, вот это «замота», почему-то переводится здесь как «слукавил». Хотя, опять же, это не совсем лукавство, а с Григори Козни «рука во рту», то есть типа «молчи». Наверное, так. Ну, хорошо, давайте посмотрим, как толкует это Раби Шмаил Барнахмани. Он толкует это так. Ну, он по-другому, конечно, читает этот стих, нежели тот перевод, который мы видели. Он говорит так, что тот, кто себя перед Торой принижает, как бы, Менабель, вот это слово, Наваль, это, я уже сказал, такой, как бы, негодник, или что-то в этом роде. И вот тот, кто себя принижает ради Торы, в конце концов, вознесется. А если кто-то за мам, здесь не очень понятно, что имеется в виду, сейчас попробуем понять там через комментарии, Раши, например, и так далее, да, то есть не очень понятно, что имеется в виду за мам. За мам, по-простому, получается так, что тот, кто себя, как бы, принизил Тори, тот, в конце концов, вознесется. А тот, кто за мам, ну, в смысле, наверное, проявил какую-то инициативу, или что-то такое замыслил, предположим, что нет отрицательной даже коннотации этого слова за мам, хотя, как я уже сказал, и Дим, за мамим имеют отрицательную коннотацию. Но предположим, что так, то есть тот, кто проявил инициативу, он, в конце концов, умолкнет, яд лапы. Так, значит, толкует этот стих как некое противопоставление, да, то есть если ты себя принизил, то вознесешься, как бы, а если, ну, грубо говоря, да, если наоборот что-то высунулся, то наоборот, толку не будет, придется смолкнуть. Посмотрим, как Рашик комментирует это. Вот он пишет по поводу имзамота. Он как раз связывает это не с глаголом лизом, а с глаголом заман. И он говорит следующее. Вот это заман, это некое кольцо, которое вставляют в нос животному, когда его пасут. на самом деле в каком смысле закрывают, да, то есть возможно он имеет ввиду следующее, есть комментарии к тому месту, где говорится о том, что ссорились пастухи Авраама и пастухи Лота. И Раш там приводит Медраж, который говорит о том, что пастухи Авраама были очень щепетильными. И они надевали своего рода такие намордники, когда пасли, когда стадо идет через какое-то поле, которое принадлежит кому-то другому, чтобы они не ощипали это поле и снимают намордники тогда, когда дело идет никому не принадлежащее траве и пастбище. А пастухи Лота этого не делают. Ну и возможно Раша здесь имеет ввиду нечто вроде того. И тогда говорит, что в конце концов у тебя получится так, что когда тебя спросят, ты не сможешь ответить, потому что у словно будет намордник на лице. Ну хорошо, это красочное объяснение, но в общем мы может не так красочно, но помню, поняли примерно так же. Хотя на самом деле здесь конечно есть сложность, что это за если надеваешь на морду, то потом не сможешь ответить. Довольно странная история. То есть я пытаюсь сказать другое, что если в первом случае человек себя принизил и как бы делал себя ничтожным или даже неприятным отношения Торы, то он в конце конца вознесется. А тот, кто наоборот себя пытается возвысить или каким-то образом проявить инициативу, тот в итоге не сможет ответить, как говорит Раша. Но у Раши не очень понятно, что собственно говоря имеется ввиду под вот этим заман но он говорит в начале своего комментария что тисто мит пиха милиш оль что сатам то пиха милиш оль то есть вот этот намордник он понимает так, что человек который стесняется спрашивать он как бы кладет себе намордник ну и в конце концов в общем он не сможет ответить на вопрос то есть он сам боялся задавать вопросы и он как бы в ответ получится так, что он не сможет ответить на вопросы которые ему зададут то есть комментарии раши немножко винового плана чем тот который я предложил то прочтение которое я предложил ну возможно конечно такое прочтение но мне кажется что такая оппозиция которую я пытаюсь здесь прочитать кажется более логичным вы можете в общем выбирать между комментарием раши и тем что я предлагаю наверное это не сильно поменяет дело в общих чертах в общих чертах мы можем сказать следующее вот этот фрагмент он связан с предыдущим каким образом предыдущий фрагмент говорил собственно говоря о возможности или невозможности достичь того уровня который был во время дарования Тор то есть поскольку речь вообще зашла про вот этот самый кэрэмбеявны то есть эту ешиву возникшую после разрушения храма то естественно возникает вопрос в этой ешиве что Тора она где Тор изучают Тору само название хэрэмбеявны виноградник то есть гроздья мудрецов и так далее и как нам сказали что каждый из присутствующих произнес некое хвалебное слово по поводу вот этой повода этой ешивы хвалебное слово сначала высказал вот раб иуда но раб иуда как мы помним он сказал что говорится что под хукулам бихвот ахсани выдаршу начали все говорить в честь этого места и произнесли какие-то толкования а дальше говорится что патах раби иуда рошам и добры бихоль маком бихвот тора не бихвот ахсани не во славу этого места а во славу торы и получается что собственно говоря раби иуда поднимает в каком-то смысле говоря во славу торы поднимает вопрос относительно того от того уровня уровня который достигнут в этом самом может быть достигнут в этом самом в этой ешиве которая является в каком смысле ответом на разрушение вот храм разрушен и вот у нас ешива и тогда наверное нам было бы спросить насколько тора или уровень изучения торы уровень может быть даже не знание торы да уровень ее восприятие он соответствует всему тому что было до этого ну а что значит было до этого главное это откровение одарование торы вот этому уровню а это собственно говоря в прошлый раз мы читали этот отрывок да с разными отсылками к моменту принятия торы и тогда получается что этот фрагментик он добавляет к словам раби иуды вот эту проблематику того каким образом человек оказывается на том уровне или на максимально возможном уровне в отношении дарования торы а наш фрагмент который мы сейчас прочитали он собственно говоря является чем он является характеристикой этих самых мудрецов да то есть причем мы видим характеристика тоже двойная есть характеристика тех кто может сдерживать гнев и как я уже сказал скорее всего есть намек на двойной гнев как два разрушения двух храмов а с другой стороны есть и мудрец который занимается вот этими самыми законами ну а последнее толкование вот этого стиха из Мишли поскольку сначала был истолкован стих из той же главы Мишли 33 стих приводится еще и толкование 32 стиха 32 стих говорит по-видимому да здесь получается что я немножко спорю с Раши он говорит о если не сдержанности то скромности то есть вот человек который себя как-то принизил он в большей степени может вознестись а тот кто возносился в меньшей степени ну так грубо говоря и тогда получается что весь наш фрагментик он как бы посвящен вот тем самым мудрецам о которых речь шла теоретически в предыдущем фрагменте как о тех кто приближается или находится на определенном уровне связанном с получением Торы во время откровения и на этом заканчивается собственно говоря то что начал Раби Уда говорить у нас ведь сказали что все выступили там кто у нас там был там были Раби Уда Раби Йоси Раби Хемя Раби Лезер да то есть целая компания пока что мы только слова Раби Иуда прочитали причем дважды да то есть нам привели одно его толкование бихвод Тора и еще вы от потах Раби Иуда это начало того фрагмента который мы читали в прошлый раз это было и еще начал Раби Иуда во славу Торы и сказал там где был вот этот стих гаскету шмай вслушайся вслушайся и тогда у тебя шмай и сра помните как это толкуется ну а толкование Раби Иуда которое сейчас мы почитали было приведено и разные другие добавки к этому или по поводу этого они в каком смысле являются неким дополнением к тому что сказал Раби Иуда его каким-то образом его высказывания оттеняют следующий фрагмент он как раз начинается с того что теперь следующий мудрец говорит Раби Ихеми хотя следующий по если иметь ввиду перечисление которое нам было дано там был Раби Иуда Раби Иоси Раби Ихеми Раби Илезер Бнош Раби Иоси Адлили про Раби Иоси мы ничего не слышали Раби Ихеми который упомянут третьим здесь приводится его толкование которое он должен сказать во славу этого места и он действительно говорит во славу места в отличие от Раби Иуда у которого сказано что он вроде должен во славу места а он во славу пора Раби Ихеми Он как раз свое толкование во славу вот этого места Ахсанья вообще-то говоря это греческое слово которое означает своего рода гостиницу по-простому то есть это место приема гостей и то что таким образом называют не сказано же Ешива либо сказать Ешива Метифта то есть по-арамейски к каким-то словам коль скоро это действительно Ешива которая возникла ее называют Ахсанья как прибежище как гостиница и возможно называя таким образом этот самый Кэрин Боявный мудрецы заодно имеет ввиду что это временное временное нечто это место которое приняло на время мудрецов а в принципе конечно по идее мы должны вернуться к тому что было раньше ну хорошо посмотрим что говорит Рабин Эхемия говорит то есть толкует раз толкует дара что значит должен быть стих Он приводит стих из книги Шмуэля Шмуэль первый первая книга Шмуэля 15 глава 6 стих давайте посмотрим 15 глава я прочту чуть-чуть сначала и сказал Шмуэль Шауль то есть пророк Шмуэль говорит с царем Шаулем меня послал Господь помазать тебя на царство над народом его над Израилем а теперь прислушаться голосу речей Господних так сказал Господь воинств помни что сделал Амалек Израилю как он противостоял ему на пути при выходе его из Египта теперь иди и порази Амалека и истребите все что у него и не щади его предай смерти от мужа до жены от ребенка до грудного младенца от Вала до Агнца от верблюда до осла и созвал Шауль народ посчитал их в Телайме 200 тысяч пешек там и так далее и дошел Шауль до города Лекова и воевал в долине и сказал Шауль Кеницу это наш стих уйдите выйдите прочь из среды Амалекитян чтобы мне не погубить вас вместе с ними ты же сделал добро всем сынам Израиля при выходе из Египта и ушел Кениец из среды Амалека и поразил Шауля Амалека и так далее то есть это такая ключевая для фигуры царя Шауля Саула история это собственно говоря его экзамен который он не выдержал в итоге это помним что было дальше дальше Шауль ослушавшись пророка Шмуэля оставляет в живых Агага царя этих самых и в общем его царство на этом как бы можно сказать заканчивается то есть дальше он продолжает царствовать но уже мазок становится Давид и так далее ну а здесь эпизод такой что пока что он ведет себя как бы разумно он говорит о том что Кениец должен имеется ввиду Кеницы в принципе да он им предлагает выйти из среды Амалека потому что сейчас мы будем воевать с Амалеком вас ненароком тоже можем убить поэтому вы давайте уходите ну хорошо и что он говорит так ну здесь мы можем построить знаменитый силогизм один из способов толкования Торы от легкого к тяжелому от более простого к более сложному он говорит что ну можно здесь делать какие-то выводы да построить этот силогизм какой если ну про Итро который приблизил Моисея ради собственной славы и вот ему оказывается такое спросить при чем здесь Итро при чем здесь то что он приблизил Моисея ну у вас возможно есть пояснение но как бы тем кто в курсе так более-менее понятно дело в том что Итро назван в самом писании да иногда он называется Кейни и тогда Кейни это собственно говоря потомки Итро тогда получается что царь Шауль говорит потомкам Итро вы как бы молодцы потому что Итро был очень хорош с Моисеем хорошо обращался и поэтому выходите из среды Амалека когда мы будем с ним воевать чтобы мы вас каким-то образом не задели получается что Шауль как бы платит добром за добро которое сделал Итро Моисею но Рабин Эфемия говорит что Итро сделал добро Моисею а какое добро он сделал ну вот когда он узнал что Моисей заступился за его дочек и позволил там отогнал пастухов и так далее и он говорит так пригласите его ко мне в дом и так далее вот Моисей приходит к нему в дом и берет в жены одну из его дочерей ну и Рабин Эфемий считает что Итро поступил так не для того чтобы сделать добро Моисею а наоборот чтобы удачно выдать замуж дочку например да или чтобы стать тестем такого замечательного человека выдающегося и войти например в писание ну и так далее да то есть Рабин Эфемий считает что у Итро были был не то чтобы он бескорыстно совершал свои действия был некий корыстный интерес связанный с ним с ним собой и вот он говорит что он скоро даже для человека который из корыстных побуждений сделал добро моисель ему платят добром за добро то тем более это должно касаться того кто приглашает в гости мудреца в свой дом кормит его поет его доставляет ему всяческие как бы удовольствие тратя что-то из своих средств и такой человек конечно будет заслуживать добра в еще большей степени чем и троп то есть мы видим такую в общем достаточно характерную для талмуда концентрировались на роли мудреца то есть это мы в общем из общих соображений тоже все очень понятно но после разрушения храма у нас в итоге главной фигурой еврейской жизни становится талмид хахам то есть человек изучающий Тор и вокруг этого собственно говоря очень много чего построено нет теперь ни судей ни царей ни священников но если остались то их роль уже совершенно другая и теперь как бы центральной фигурой еврейской истории становится вот этот сам талмид хахам и в талмуде конечно очень много фрагментов есть которые настаивают на его выделенности на особой роли на том что ему нужно помогать слушаться и так далее ну вот это один из них эти все высказывания относительно талмид хахама и его роли и необходимости его уважают кормить его и вообще поить и все такое прочее они в каком-то смысле уравновешиваются правда в менее явной форме очень часто выраженной критикой мудрецами талмуды самих себя иронии по отношению к самим себе и самого разного рода высказываниями которые подвергают сомнению собственно говоря ту самую роль которую играет талмид хахам или во всяком случае не каждый талмид хахам играет ту самую положительную роль но по понятным тоже причинам это выражено гораздо менее явной форме нежели вот такого рода высказывания талмид хахам нужно всячески поддерживать и помогать а самокритика и так далее она как правило несколько завуалирована хотя в общем не всегда но вот рабин эфемия он вроде бы тоже должен что он должен он должен похвалить это место а вместо того чтобы хвалить это место вроде бы он по сути дела говорит о том что нужно всячески помогать мудрецам и тот кто помогает мудрецам значит заслужить большое вознаграждение потах раби который был вторым он тоже потах он тоже во славу этого места принявшего мудрецов и он толкует другой стих давайте посмотрим это книга дворин то есть не пренебрегай думейцам ибо он твой брат и египтянином тоже не пренебрегай потому что ты жил был пришельцем на земле но давайте посмотрим контекст говорим 23 8 начинается эта глава да не берет за себя никто жены отца своего не войдет тот у кого раздавлены ятра или отрезан детородный член в общество господне то есть речь идет о кто войдет а кто не войдет в общество господне кто является частью комьюнити а кто нет например мамзер незаконнорожденный он не является частью комьюнити он находится в стороне именно поэтому речь заходит в том числе и про тех кто может в принципе стать частью Израиля вот говорится не внушайся идиотянином ибо он брат твой не внушайся египтянином большинство был ты в земле его и дети которые у них родятся в третьем поколении могут войти в общество господне первое поколение не может второе не может а третье поколение в принципе при желании могут присоединиться к Израилю ну хорошо мы поняли контекст и что говорит раби он говорит так то же самое только пользуется другим стихом он теперь говорит что вот этот силогизм от легкого более сложного он строит так что если уж про египтян которые приблизили Израиль для самих себя они как бы не пригласили в гости чтобы накормить собственно говоря сами в них нуждались конечно вопрос вроде бы на самом деле не очень-то и нуждались египтяне народ Израиля сам туда пришел потому что был голод и так далее но раби Йоси говорит следующее здесь ведь сказано он приводит стих там контекст понять поэтому смотреть не будем это когда фараон говорит Йосефу ну если у них не знаешь ли ты есть ли среди них такие могучие люди которые он сказал что они все пастухи он говорит ну вот если среди них есть такие могучие ребята которые могут стать у меня заведующими моим так сказать скотом то все нормально ну и отсюда раби оси делает вывод что фараон как бы имел тоже свой корыстный интерес в том чтобы братья Иосефа пришли в Израиль в Египет и стали как бы заправлять всем что связано с египетскими стадами и вот про него про про египтянина сказано что не пренебрегай египтянинам потому что ты жил в его стране ну тем более говорит раби оси тот кто все то же то же самое то есть это буквально повторение того что говорил раби нахемия тот кто значит принимает в гостях в своем доме мудреца кормит его поет его и дает что-то из своего имущества то тем более разницы никакой нет то есть просто используются разные стихи один стих это про потомков условных на самом деле да то есть вопрос можно ли связывать кинийцев с и тро но предположим да эта связь вот оказывается в первом высказывании раби нахемия а вторая это фараон и египтянин которым тоже воздается за их определенное добро которое вроде бы было сделано не ради приглашенного не ради того не ради гостя скажем так да как и тро не ради гостя так и фараон не ради гостя его приглашал а вот тот кто приглашает мудреца тот тем более должен получить определенное вознаграждение Теперь Раби Илезер, сын Раби Иоси Аглили, тоже говорит в честь этого места приютившего мудрецов и тоже приводит некий драж. Есть ощущение, наверное, у вас тоже, что он сейчас скажет, наверное, то же самое. То есть получается, что Раби Иуда говорил о Торе, хотя в конце концов нас привели к тому, что речь, в общем, заходит и о мудрецах тоже, потому что это Тора, она в ком, она в мудрецах. А все последующие ораторы, они говорят именно о мудрецах. Скорее всего, сейчас посмотрим, но напрашивается то, что он тоже скажет, примерно то же. И он толкует следующий стих. И благословил Господь Оведа Эдома, Овед Эдома, это его имя, дитиянца, за то, что в его доме был ковчег завета. Это, в общем-то, да, Арон Айлуй, ковчег Бога. И он говорит, Галлодварим кальвахонры, то же самое, да, но ведь это можно построить вот этот силогизм. Ну, он тоже строит такую историю, да, то есть про вот этого Оведа и Дома. Ну, давайте посмотрим контекст, он тоже более-менее понятен, да, это ковчег завета, действительно, который остался у него в доме, и благодаря этому он был, все у него получалось, да, то есть у него все было прекрасно. Это вторая книга Шмуэля, шестая глава, двенадцатый стих. Давайте посмотрим. Значит, начинается эта глава с того, что и собрал Давид всех отборных из Израиля, тридцать тысяч, стал и пошел со всем народом, который был с ним, из Бали-Иуды, чтобы принести оттуда ковчег Божий, который назвали именем Господа, питающего между херувами. Там речь идет о том, что филистимляне, да, захватили этот самый ковчег, там у них были сплошные неприятности от этого ковчега, но тем не менее. И вот Давид собирается вернуть. И вот они, значит, забрали, да, и понесли его из дома Авинодава, что в Гиве, с ковчегом Божиим. И вот они доходят до горы Нахон, и Уза протягивает руку к ковчегу, хотел поддержать его, и воспывал гнев Господа на Узу, и поразил его там, и, в общем, Уза погиб, потому что потянулся как бы к самому ковчегу, то есть притронулся к священному и погиб. Ну, и оставил, да, Давид Ковчег, Господень, в доме Авед-эдома, гитянина, три месяца. И благословил Господь Авед-эдома и весь дом его, да, то есть, видите, здесь странная такая вещь, с одной стороны Уза, который прикоснулся, погибает, а Авед-эдом, он не прикасается, но в его доме остается ковчег, и он, оказывается, благословил Господь Авед-эдома и весь дом его. А что за ковчег? Там их Тора хранится или что это? Да, там Тора хранится, да, ковчег. Ну, вот здесь по контексту… Ковчег из Кении. Да. Вот эти херувимы золотые там, вот это все. Тут по контексту просто я так понимаю, что непонятно мне почему он должен быть богословелен, вот этот человек, который хранит этот ковчег. Если здесь сказано, что он как бы его только хранит, но там не приходит молиться, как в синагоге обычно люди приходят, да? То есть это как получается… Нет, там не в этом дело, там в ковчег же не залезешь молиться. Имеется в виду, что у нас филистемляне его захватили, стемлянам было потом плохо, они там все заболели и так далее, и отправили этот ковчег. Вот ковчег теперь нужно переправить в Иерусалим. Вот Давид этот ковчег как бы и должен переправить в храм, в будущее. А пока это в Скинии, да, то есть когда Моисей строит Скинию, то там есть одна из деталей Скинии – это ковчег Завета, где действительно лежат в нем. Ковчеги лежат, скрижали, и он определенным образом устроен, да, наверху там такая пластина, и золотые херувимы, и между ними как бы, как сказано, да, Господь должен являться и говорить, ну, с кем-то. Но вот в этих книгах, первых книгах пророческих, в книге судей, ковчег, он в том числе является чем-то, что помогает народу Израиля там воевать и так далее, да, то есть когда они идут с ковчегом, то все нормально, когда нет, то становится похуже. Поэтому ковчег является, вот, играет роль своеобразного оберега, так можно сказать, да. Но при этом, как мы видим, прикасаться к нему нельзя, Уза погибает, прикоснувшись, а у Веды дом, который случайным образом, да, у него ковчег оказался, потому что Давид решил на какое-то время, на три месяца его оставить там, какими-то заняться другими делами перед тем, как он будет перенесен дальше. И вот наш четвертый мудрец, да, это Раби Элизер, сын Раби Иоси Аглили, говорит, что, ну, если уж вот этот Уэды дом, который по случайности, да, по случайности, собственно говоря, принял этот самый ковчег, причем ковчег не ест и не пьет, а наоборот оказывает в каком-то смысле почет этому в этот дом, то тот, кто приглашает в гости мудреца в свой дом, кормит его, опять все та же самая фраза, да, кормит его, поет его и одаривает своим имуществом, то тем более, тем более он получит некую, то есть будет иметь какие-то дивиденды. То есть у нас три персонажа, да, это Итро, это фараон и вот этот Овэд Эдом, странное немножко имя, да, но тем не менее, вот этот Овэд Эдом, который тоже получает некие дивиденды, причем Овэд Эдом вообще никого не приглашал, просто ему как бы сдали на хранение какой-то, да, это ковчег, и приютил он вовсе не мудреца, а именно ковчег, а значит, Раби Лейзер, сын Раби Осяглили говорит, что тот, кто мудреца к себе приглашает, а кормит его, поет, то естественно, что тот получит еще большее благословение. Мудрец здесь, получается, в каком-то смысле, кого подоблен, если до этого мудрец подоблен, ну, или сравнивается с народом Израиля, да, который, или с Моисеем, да, первое сравнение с Моисеем, второе – это с народом Израиля, а третье – это с ковчегом. Вот эти три сравнения мудреца, да, мудрец как некая параллель Моисею, как некая параллель народу Израиля в целом, или братьям Иосифам, и как параллель к ковчегу Завета. И вот тот, кто делал хорошо Моисею, хорошо народу Израиля, или ковчег у себя приютил, был возблагодарен. Естественно, тот, кто принимает мудреца, будет возблагодарен в несколько раз больше. И здесь задается вопрос, что за благословение, да, то есть там-то мы в предыдущих случаях видели, да, в чем, собственно говоря, была благодарность, а здесь неясно, что за благословение. А что же за благословение, которое получил этот самый Уведы дом. И Рабиуда, сын Звейды, говорит, это Хамот и восемь ее невесток. Хамот – это жена вот этого Уведы дома, ее звали Хамот, хотя на самом деле Хамот – это, вообще-то говоря, свекровь. Ее так и звали свекровь. Да, вот это свекровь, и восемь ее невесток, которые рожали по шесть человек за раз. Ну, в самой этой фразе есть сразу две аллюзии. Одна аллюзия на Рут, на Витянку, которая тоже была свекровью, и у нее было, правда, не восемь, а две ее невестки, да, и Рут, я сказал, Рут, нет, Наоми, Наоми, я имел в виду Наоми, которая тоже была, она так и названа, Хамоти, да, так ее называют Рут, и у нее две невестки, Рут и Орпа. И, собственно говоря, одна из этих невесток, да, Рут становится прародительницей царя Давида, ну, и связывается сама эта история про Рут с дарованием Торы, как вы знаете, да, во время праздника Шоула читают именно эту книгу Рут, Рут, где народ Израиля, собственно говоря, метафорически сравнивается с этой самой Рут, а Боас, тот, кто ее, Гоэль, то есть тот, кто ее избавляет, сопоставляется с Богом, и вот это Геула, то есть избавление, избавление Рут и избавление народа Израиля, они как бы запараллеливаются. А Боас, это имя означает тот, в ком сила, и мы помним, что в последней мишне, как раз в последней части, последней мишны трактата Барахот, как раз речь доходила, если вы помните, да, про Боаса. Так вот, здесь есть определенная ссылка за счет этой хамот, некая возникает связь и воспоминания о Наоми, которая тоже была хамот, хамота Шильрут. А другая аллюзия тоже очевидна, это на Медраж, который говорит о том, что народ Израиля, когда говорится о том, что они расплодились, размножились в Египте, в Ишрыцу там сказано, то есть как воскишель, наверное, очень всего перевести. И там употребляется несколько глаголов, а именно шесть глаголов, и Медраж говорит о том, что каждая женщина в Египте рожала шестерых ребяточек за раз. Ну, есть мнение, правда, что и шесть, но это мнение отдельно на шесть, но как бы... на слуху, то, что называется, благодаря комментарию Раши к этому месту. Так вот, благословение, благословение этого самого УВД дома, оно в этом и состояло. Можно произвести, наверное, подсчет этих самых, в книге Деврея Амин перечисляются потомки этого УВД дома, и, наверное, там их примерно, вот, да, если восемь невесток, и каждая рожала по шесть, то, наверное, там примерно нужное число. Ну, Раш добавляет, что Шмон и Калатая, потому что у нее было восемь детей, у самой этой Хамут, восемь мальчиков, точнее, восемь юношей, восемь сыновей у этого УВД дома, и, значит, каждая из невесток рожала по шесть, по шесть человек за раз. Откуда мы знаем про это? Потому что сказано, как раз в Деврея Амин говорится, о том, что у Ля Веды домбаним были у Веды дома сыновья. И в продолжении этого стиха говорится Мое восьмое действие «Кибархо Аэллоим», «Берхо Аэллоим», потому что его благословит Господь. Ну, давайте посмотрим это Деврея Амин, первая книга Деврея Амин, 26 глава, 4-5 стих. «Кибархо Аэллоим», 26 глава. Ну, здесь перечисления, как в Деврея Амин, очень много этих перечислений имен, кто у кого родился и так далее. И вот превратники по распределению иных от корохиян, из потомков короха, видимо. И здесь вот говорится «Ум и шаллей, мол, сыновья». И перечисляются сыновья их и так далее. «Шимай сыновья» и так далее. «И все они сыновей у Веды дома, они сыновья их и братья их, люди пригодные по силе для службы». Но наш стих... Сейчас. Наш стих не этот. «И у Веды дома сыновьяши». «Майя первенец», «Йозават второй», «Йоах третий», «Сахар четвертый», «Натамиэль пятый», «Амель шестой», «Сахар седьмой», «Пеултай восьмой», «Так, как благословил его Господь». И поскольку здесь восьмой есть, «Ай, благословил его Господь», мы знаем, что у него восемь сыновей, но это не полное благословение у Веды дома, полное благословение в том, что еще и жены этих его восьми сыновей рожали по шесть зараз. Зараз, как сказано, «Коль элэль у Веды дом, гэма у вной гэм вахи гэм, маншей хайль бы коах ля вода, шиша ушнаем у Веды дома». Шишим вышнаем, да, то есть шестьдесят два потомка у Веды дома, то есть он расплодился просто невероятным образом. Это в той же книге, да, в восьмом стихе. Все они сыновей Веды дома, они сыновья, их братья, их люди пригодные службы, было у Веды дома шестьдесят два. То есть вот, собственно, вся эта братья у Веды дома, она оказалась у него такой, он оказался таким плодовитым, его сыновья или его невестки, благодаря ковчегу, который он приютил на некоторое время. Ну, как я уже сказал, что мы видим, да, вот этот фрагментик, он включает в себя слова всех остальных. То есть раби Иуда сказал «Во славу Торы», вместо того, чтобы сказать «Во славу место», и, по сути дела, показал отношение к Торе, да, и к моменту получения Торы, и связь между получением Торы и в каком-то смысле состоянием мудрецов или, возможно, потенциальным их состоянием. Дальше речь зашла в принципе о мудрецах и как они могут различать те или иные темы и быть специалистами в той или иной области. И дальше все остальные спикеры этого собрания, они толкуют разные стихи, как мы уже сказали, связанные один с Моисеем, второй с народом Израиля, третий с Ковчегом, как некие примеры того, каким образом следует обращаться с мудрецами. Мудрецов следует кормить, поить, давать им имущество и так далее. И тот, кто это делает, будет возблагодарен наподобие всех тех, кто был перечислен на именно. То есть мудрец сравнивается с Моисеем, фараоном, с Моисеем, с народом Израиля и с Ковчегом, а те, кто получат за это какое-то благо, сопоставляются, соответственно, с Итро, с фараоном и с Уведы домом вот этим, который оказался чрезвычайно плодовит. Его благословение состояло в плодовитости. Ну, мы, может быть, еще осмыслим этот кусочек в следующий раз, поскольку здесь есть еще пара-тройка в каком-то смысле таких заключительных, что ли, аккордов, которые мы уже точно в следующий раз дочитаем. И в следующий же раз поговорим о, ну, в целом, да, то есть сделаем своего рода такой заключительный урок по трактату Брахотов. Окей. Да, Илья, вот есть вопросы, пожалуйста. Спасибо. Хочу уточнить у вас правильно, или я понимаю, в этом многообразии сейчас в конце услышал один из смыслов, что Ковчег был передан, то есть человек вроде особой инициативы не проявлял, тем не менее ему передали, и ему благодаря этому дополнительные блага, материальные и нематериальные, переходят. То есть мысль довольно очевидная, кажется, что некоторые события сами выбирают нас, в том числе вот он, Ковчег ему достался, и соответственно прилегающие к этому бонусы. Можно ли это распространить и в данном фрагменте, и вообще на царя, потому что у нас и раньше встречался образ царя, каким он должен быть, и какая у него роль. И здесь это как раз было близко к Шмуэлю с точки зрения того, как человек становится правителем, то есть он сам для этого что-то делает, либо это условно говоря судьба ему назначает, то есть случайны ли близости этих фрагментов здесь? Ну не знаю, это вопрос, конечно, но мне кажется, что сам этот фрагмент, его как бы пафос, он в другом, то есть он не пытается нам рассказать ни про ВД дома, ни про Итро толком, ни про фараона. Он скорее говорит о том, что из каких бы побуждений ты не принимал мудреца, это будет просто супер. То есть все эти сравнения, они говорят о том, что мотивы могут быть совершенно разные. Мотивы чего в данном случае? Мотивы, собственно говоря, того, что ты принимаешь и холишь, и нежишь мудреца. То есть если совсем грубо, эти три фрагмента говорят о том, ребята, срочно обеспечивайте мудрецов. Ну в каком смысле это тоже понятная вещь, да, храм разрушен, вот есть это и шива явны, и они, вроде бы, они говорят во славу этой самой гостиницы, грубо говоря, да, но в этой гостинице надо же что-то кушать, надо в этом это, и они в каком смысле говорят, что мы здесь такие, то если кто-то нас будет приглашать домой, кормить, поить, и так далее, и так далее, то его заслуги невероятны. Вот посмотрите. То есть важны не фигуры, скорее, да, те, которые здесь перечисляются, а важен пафос того, что прием мудреца и его обеспечение это как бы в каком-то смысле это все, что того, что человеку нужно. Да, это я, конечно, услышал, у нас было тоже до этого несколько фрагментов, кто первым войдет в кто первым войдет на небеса, это те, кто будет помогать мудрецам, также был фрагмент про то, что нужно молиться, остальное само появится, такой достаточно дискуссионный. Я думал, здесь просто есть несколько пластов, и больше не говорил не про личности, а про как формат, условно, формат блага, который снисходит на человека, то есть насколько он субъектен в том, чтобы играть разные роли в историческом процессе. Ну да, мы в следующий раз попробуем тоже на этот счет подумать, это действительно вопрос, подумаем в следующий раз, попробую ответить в том числе и на этот вопрос. Спасибо. Есть такая добавка маленькая, если можно, если есть время по поводу прошлого раза, когда мы обсуждали, почему надо говорить, почему именно важно ночью говорить шма. Вот пример к этому. То есть я говорил о том, что ночью всякая нечисть, если ты не сдал душу в камеру хранения Всевышнего, то с ней может что-то приключиться, и это может повлиять серьезно. на всю жизнь, так что действительно предыдущие шма могут быть как бы вот мы вот слим. Вечерняя шма, да. Я вспомнил про Лота, что вот его дочери напоили и нажили от него детей, и вот они там подчеркиваются, что он ничего не помнил, ничего не знал, проснулся, а потом вторая дочь и тоже он ничего не помнил, ничего не знал, то есть вот в таком состоянии очевидного пенения он я не знаю конечно он соблюдал или нет, говорил шмай или нет, но ночью может случиться такая вещь, что человек даже не будет знать, что с ним произошло, но это может повлиять на его судьбу, то есть таким вот незаметным образом, поэтому как бы есть в прошлый раз было более сильное ваше утверждение, мне кажется, оно перекрывает то, что вы сейчас говорите, то есть неправильно умер, не воскреснешь. ну да, это другое, но это я как бы более конкретный зато пример, чем счастливо, до следующего вторника. Окей, мы готовимся к Сиуму, правильно? Да. Буду шафт, Сиуму, все заготовьте, то, что пьют. Окей, ну хорошо, будем готовиться. Хорошо, всем счастливо, пока, готовьте, может быть, ваши вопросы, которые были по трактату Бароход, тоже имеют смысл. Окей, ну хорошо, всем счастливо, пока. Пока. Спасибо. Спасибо. Всем пока.